Уважаемые подписчики и зрители канала! Первые две недели сентября недельные прогнозы выходить не будут. Увидимся с вами в середине сентября. Желаю удачи. Кстати, расклады на сентябрь месяц будут опубликованы вовремя. Здравствуйте, дорогие львы! Это недельный расклад для вас, неделя с 24 по 30 августа. Совет карт вам. Девятка Пентакли. Если не ошибаюсь, на позапрошлой неделе, по-моему, вам же был этот совет. Девятка Пентакли. Ценить себя. Ценить свой комфорт. Ценить свои таланты. Причем не потому, что вас похвалили кто-то, да, или там льстиво что-то вам шепчет. Я пропожаю губков. А потому что от самосознания, своей уникальности, своей талантливости. То есть цените себя, любите себя. То есть это карта высокой самооценки. И довольство собой не просто на пустом месте. Потому что если мы что-то делаем, что-то делаем, нам иногда надо все-таки себя похвалить, полюбить, оценить и признать свои заслуги. Пашкубков. Антисовет. Не будьте слишком легковерны, да. И как раз вот Пашкубков не верьте льстивым разным там похвалам, то, что вам люди говорят, порой неискренне, потому что это у нас в антисовете. Пашкубков, он такой легковерный ребенок, который ждет, что его поступки одобрят. Дом, семья, десятка мечей. Десятка мечей, конечно же, может символизировать какой-то кризис. Но это у нас дом и семья. То есть это может быть что-то, например, кто-то может заболеть, да. И иногда это может быть 2-3 дня, но очень тяжело нами переносится, да. Мы очень переживаем, волнуемся. В любом случае, это может быть завершение чего-то очень-очень-очень, потому что десятка это у нас как бы уже все закончилось. То есть может быть был очень трудный этап, и он завершается. То есть мы еле до конца доползли, но таки выжили. И все налаживается постепенно. То есть мы уже видим прежний рассвет там где-то на горизонте. То есть все не так плохо, грядет что-то новое. Но в этот момент нам может казаться, что все очень-очень плохо и ужасно. Может быть кто-то, покуда это семья, может быть кто-то из родственников, даже не обязательно из самых близких, да. Происходит что-то, что у вас открываются глаза, и вы смотрите на этого человека и вот говорите, вот от этого человека я не ожидал. Вот просто прям удивительно. То есть воспринимаем это как предательство. Любовь-отношения. Отшельник. Отшельник это, конечно, некоторые могут это чувствовать как одиночество, но это может быть желание уединиться. Ну бывают такие состояния, когда хочется покоя, когда хочется, не хочется таких активных каких-то, может быть для саморазвития, для того, чтобы, не знаю, почитать, для того, чтобы просто побыть наедине с собой и привести свои мысли в порядок. То есть это может быть и так, и так, что мы одни и мы ощущаем себя одинокими, а может быть просто мы хотим немножко побыть наедине с самим собой. Работа и финансы. Верховный жрец. Карта замечательная, карта спокойная, да, терпения, совета, помощи со стороны, кого-то авторитетного, умного, опять-таки как добрый учитель, наставник, у которого хватает терпения, мудрости, доброты, чтобы помочь, подсказать в чём-то. Ну и по финансам Верховный жрец обычно, даже если мы не имеем много, мы относимся к этому немножечко философски. Но он не означает, Верховный жрец, что это все будут бедненькие. Совершенно нет. У Верховного жреца богатое деяние. То есть немножечко ещё, понимаете, здесь такой аспект играет, во что мы верим. Каковы у нас убеждения, что деньги — это грязь и зло, или что деньги — это средство для существования, для осуществления каких-то своих желаний, для помощи другим, для того, чтобы, не знаю, дать образование детям. Во что мы верим, то мы и порой и имеем. Так что, дорогие львы, цените свои таланты, любите себя, не будьте легковерны, когда это касается других людей, и помните, что после вот этой десятки мечей всегда бывает рассвет. Я желаю вам удачи и счастья. Пока!